всем привет дорогие друзья был вопрос у нас в группе в телеграме относительно того что значит я как-то упомянул одну фразу что значит божество живущие в чакрах я постараюсь немножко очень поверхностно неглубоко наша тема очень сложная сразу хочу сказать буду объяснять все своими словами потому что подобные темы встречаются очень редко они как бы есть везде но они есть только в форме намеков их надо разбирать каждое слово да это очень сложная работа это раз во вторых это очень высокий уровень и в принципе он его необходимости как таковой нет как говорится острой необходимости потому что до этого уровня добраться смогут едва ли единицы но так или иначе чтобы у нас было какое-то представление о том что что такое что значит тот термин который я упомянул я постараюсь затронуть сейчас эту тему вот помните из изображение ширина райаны когда он лежит на вселенских водах и он лежит на змеи шеши вот в ногах его находится богиня лакшми которая которая делает растирает ему стопы делает массаж и из пупка ширина райаны выдвигается вырастает цветок который известен как цветок лотоса и из этого цветка рождается бог брахма вот бог брахма является первым живым существом которым который был проявлен во вселенную потом совершал большое количество лет аскезу чтобы господь послал ему благословение объяснил что нужно делать то есть он долгое время сам не знал для чего он родился что ему нужно делать в общем как-то так вот находил то есть это на самом деле все происходило в такой тонкой духовной субстанции на уровне света и так далее и впоследствии когда ширина райана явился ему из его сердца он объяснил ему что ты должен заняться творением создать вселенную и так происходит в начале вселенной всегда а теперь я объясню что же происходило именно в этом процессе вот тот самый лотос который проявился из пупка шри нарайаны это на самом деле символическое изображение чакры которая находится у нас в пупке так называемая манипура чакра и лотос который мы видим да я понимаю что этого объяснения вы вряд ли где-то найдете никто этого не объяснял но тот лотос который можно видеть в духовном мире это не лотос это просто символическое изображение энергетического центра известного как манипура чакра дал божеств уже есть есть чакры но они находятся в совершенном состоянии и из этих чакр очень часто проявляются божества в данном случае брахма это было один из таких божеств другой другой пример можно привести богиня ганга которая явилась из большого пальца ноги правого из правой ноги из большого пальца правой ноги шри нарайаны да то есть это богиня очень совершенная очень возвышенная но но она тоже является богине которая изошла из стопы скажем так из большого пальца существуют истории вот кстати недавно я описывал историю явление одной богини и там богини являлись одна из одной там была целая история которая упоминалась во время явления одной богини наверное было бы хорошо это зачитать но мне сейчас этого материала нету я сейчас не сходу не найду вот и там по принципу матрешки там вот матрешка на самом деле очень мистичное сооружение игрушка да вот и там по принципу матрешки кто по кто внимательно следит за роликами я дочитал буквально наверно недели две назад был было видео и там из одной богини по моему раджа раджешвари явилась одна богиня и из льва на котором сидела данная богиня вышла еще одна богиня из бы из той богини из грудной грудного центра проявилась еще одна то есть там примеров того как являются божества очень много вот и таким образом вот из каждой богини являлась богиня богиня и то то божество которое если не ошибаюсь это божество шри кутила парамеш варадурга по моему так храм назывался да и я наверно поищу и прикреплю в ролике вот и там было божество которое я форме пчелы покусала демона дуб до смерти этот умер короче по моему это эта история но я могу опять-таки ошибиться сейчас очень много историю же сам видите в состоянии такому но много материала в общем принцип здесь такой вот и здесь также на этом примере можно отследить каким образом происходит проявление богинь то есть каждая богиня это по сути определенное духовное качество которое было или есть в изначальной форме шри нарайаны то есть почему писания говорится что все божественные матери все богини являются энергиями шри нарайаны нет ни одной богини которая не было бы энергии нарайаны вот во вселенной не существует таких и естественно когда история опять-таки давайте вернемся к богини дурги раз уж вспомнили они опять-таки историю помните когда махиша сура покорил все три мира да и боги прибежали к нарайане он райана сказал я горит не могу надо к лакшми лакшми обращаться и когда лакшми выслушала историю богов она сказала хорошо я пошлю из себя свою энергию которая придя на землю проявится как божественная мать и она уничтожит этого демона и она действительно из из себя послала божественную энергию которая проявилась как бодиня дурга и которая и и тогда божества каждое божество явилась и подарила оружие поэтому богиня дурга изображаются с тысячи рук и в каждой руке у нее одно из оружий все боги которые были во вселенной они благословляли богини дургу вот и каждый из них частности на райана подарил чакру шива подарил трезубец вот и так далее вот она таким образом последствии уничтожила этого демона то есть сам принцип видите шри лакшми она как бы из себя испустила определенную энергию в духовном мире все завязано на на структуре астрального тела в писании говорится что в астральном теле находятся 72 2000 каналов в другой других писания говорится 84 тысячи я так подозреваю подразумеваю подразуме подозреваю простите заговариваюсь подозреваю что канала может быть разное количество в соответствии с духовными практиками то есть их может и больше может быть и меньше вот но меньше чем семьдесят две тысячи каналов быть не может это раз плюс чакры и и их семь основные семьдесят две второстепенные кажется так вот есть описание также это все в писании говорится и по мере того как человек идет духовную практику вот это вот астральное тело которое состоит из 72 тысяч каналов она очищается очищаются чакры и очищаются каналы и если в нашем человеческом состоянии когда мы смотрим ну когда допустим как когда я смотрю на духовных на человеческие существа на людей да я вижу к примеру что в астральном теле у них есть какие-то проблемные элементы допустим внизу в нижних энергетических каналах доминирует черная энергия это говорит о том что человек часто гневается если допустим в какой-то части физического тела я вижу красный свет ярко насыщенный красный свет это указывает на то что существует элемент опасности потому что ли энергия раджаса которая пребывает в правом канале она находится в состоянии избытка и она привносит страдания в жизнь того или иного человека вот и в этом случае нужно балансировать каналы чтобы левый правый были были сбалансированы чтобы не было перекоса если есть перекос то обычно человек если левый канал находится в состоянии избыточного состояния энергии то человек становится очень ленивым да то есть если энергия не чистая вот если правый канал человек становится очень деятельным при этом бессознательный делить деятельным вот и И таким образом, благодаря духовной практике, происходит очищение этих энергий и очищение этих каналов. И впоследствии астральное тело начинает увеличиваться даже в размерах. Я описывал видения божеств, я описывал их очень большими. И все миры, по сути, находятся внутри них, внутри их физических тел. То есть, то, что мы из себя сейчас представляем на духовном плане, это выглядит как часть духовного тела Шри Нарайана. Какой частью мы являемся? Где-то там, наверное, в ногах, потому что мы довольно греховные. Мы с такой деятельностью, конечно, в какие-то более возвышенные участки не подняться. Но так или иначе. И занимаясь духовной практикой, мы эволюционируем. И все вот эти энергии, которые есть в нас, которые находятся в бессознательном состоянии, они впоследствии пробуждаются. Но пробуждаются, опять-таки, избирательно, всегда. Существует практика, которая, допустим, кундалини-йога. Она в большей степени заточена на то, чтобы расшевелить энергию в копчиковом центре, энергию кундалини. И за счет энергии кундалини войти в состояние самадхи. Существуют другие техники, допустим, крия-йога. Когда мы с помощью визуализации очищаем чакры, при этом начитываем мантры, делаем дыхательные практики. И мы целенаправленно создаем свое духовное тело. То есть здесь уже идет своего рода работа не с энергией, как в данном случае кундалини, а идет работа с сознанием. Когда за счет концентрации сознания, за счет визуализации мы формируем себя духовными существами. За счет мантр, дыхательных техник и так далее, работы с чакрами и так далее, и так далее, и так далее. Там же и асаны часто используются. Но асаны используются для того, чтобы просто долгое время проводить медитации. Приблизительно это выглядит, как человек сидит с закрытыми глазами и выполняет определенные техники визуализации света у себя внутри физического тела. Иногда вовне, но в большей части внутри. Вот так вот. Существует йога сновидений, которая оказывает воздействие или ведет нас к совершенству через мир сновидений. И там мы уже учимся управлять своими астральными телами, потом начинаем выходить в состояние света через астральный мир и так далее, и так далее, и так далее. Практик очень много. И, естественно, каждая практика, она связана с определенной чакрой, с определенной энергией, с определенным нашим состоянием. Они не все связаны с развитием в целом всей структуры человеческого, нашего духовного естества. Нет. Они работают с определенными... Это, собственно, необходимость. Необходимость в силу того, что кармы людей у всех всегда разные. И духовные существа из духовных миров всегда... В традиции индуизма так. Чаще всего в других традициях там дан один путь, одна практика, одна молитва. В индуизме нет, не так. Там дано огромное количество духовных практик. Просто чудовищное огромное количество духовных практик. И каждый может выбрать себе, что ему нравится. Но, опять-таки, человек все равно выбирает то, что ему соответствует по карме. Иногда некоторые думают, что вот оно мне нравится, я вот это выберу. Да, нет. На самом деле, все равно человек выберет то, что соответствует его карме. Существуют определенные кармические предрасположенности. И таким образом эволюция человека совершается на протяжении очень большого количества воплощений. Не в течение одной жизни, друзья мои. Для того, чтобы добиться реализации в течение одной жизни, нужно посвятить всю нашу жизнь духовной практике. На практике, вот на практике в нашей жизни это невозможно. Невозможно всю жизнь начитывать мантру, потому что не каждый это выдержит. Не у каждого силы воли хватит на это. Плюс у нас еще масса желаний, масса своих карм, с которыми также придется работать. И по факту получается, что карму в течение одной жизни мы отработать не успеваем. И вот из жизни жизнь нас кидает, 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 кидает из жизни в жизнь. Почему кидает? Потому что в прошлых жизнях мы всегда где-то что-то ленились, где-то что-то не сделали, не усовершенствовали, не дочитали мантры, не дозанимались йогой, не допочитали божество, не досовершали паломнические какие-то поездки. И все. Вот из-за этого нас кидает, кидает и будет кидать. Вот пока, пока. И причем основная боль на самом деле всего этого процесса заключается в том, что кидает-то очень часто не в этот мир. Многие говорят, да вообще как бы классно жить, можно жить, да, вот что, живем раз как бы, да, нормально так. Но, к сожалению, друзья мои, к сожалению, из всех вот этих вот людей, которые находятся сейчас на планете, повторно родятся на Земле. Очень малое количество людей, то есть из 8 миллиардов ныне живущих на планете останется, ну повторно родятся на Земле, может быть, пару миллионов. Вот. Вероятность того, что мы попадем в эти пару миллионов, очень-очень маленькая. Практически такой вероятности нету. Вот. И в традиции индуизма как бы всегда подчеркивается, что основной проблемой человеческих страданий заключается в том, что то, что мы не знаем, куда в следующий раз мы упадем. Вот. И мы в этой жизни, испытывая страдания, часто не можем выдержать боль какую-то, да, мы тот же самый ожив. А представляете, там, нижние миры, да, или там, или у кого-то кто-то грешил сильно, станет демонической личностью демона. Представляете, ну это же, кому это хочется? Вот. И да, сейчас мы можем закрыть на это глаза, но традиция индуизма говорит, что на самом деле мы должны быть ответственны перед самими собой. Мы должны сейчас думать о себе завтрашних. А иначе потом мы окажемся в состоянии, вот сейчас вот общаясь с ребятами, да, с друзьями, вот они говорят, за что мне, вот что я, что я там сделали, что я сделала, да. Я пытаюсь объяснить, что вот вы как раз не то, что вы чего-то сделали, вы как раз чего-то не доделали, вы не доделали ту духовную практику, которая необходима была. Духовная практика за счет своей духовной силы, накопленной духовной силы, она в состоянии сжигать очень большие пласты кармы. И даже греховной деятельности, связанной с нижними мирами. Это довольно легко. И духовная практика, она сжигает, ну, приблизительно, условно говоря, ну, для примера, один к десяти. То есть духовные энергии намного более сильные, чем материальные. Но формирование происходит только в следующей жизни, не в этой. В этой так же происходит, но при этом пахать надо. То есть надо читать мантру не 15 минут, не три раза ковачивая, часов по 12 в день. Тогда будут серьезные изменения. Как это так вот. И вот эта вся практика, она основана на том, чтобы мы очистили внутри себя все вот эти вот энергии. А у нас у каждого есть вот это вот астральное тело, которое состоит из 72 тысяч каналов. И в каждом канале есть какая-то своя кармическая энергия. Вот находясь, совершенствуя себя на пути духовной практики, мы очищаем эти энергии, очищаем при этом чакры, пробуждаем энергии во всех этих каналах. И впоследствии мы достигаем очень возвышенных духовных уровней. И, собственно, точно так же мы можем добраться до уровня божеств, когда из нас, допустим, как из богини Лакшми будет проявлена богиня Дурга. И, да, это возможно. Этого уровня может добиться, в данном случае, любая женщина, мужчины развиваются по мужским аспектам. То есть, естественно, мужчина не сможет стать богиней Лакшми, а, допустим, женщина не сможет стать Кришной. Ну, или развиваться по этому пути. То есть, это очень высокий уровень. Но, в принципе, духовный путь, духовная практика предполагает, что мы, находясь в правильных состояниях, мы, совершенствуя себя, станем совершенно другими. То есть, мы станем божествами. Это не тот довольно принитивный уровень, о котором сейчас рассказывают всевозможные последователи состояния здесь и сейчас. Вот состояние просветления. Просветление, это вообще в критериях развития Вселенной, это очень примитивный уровень. Это довольно дешевая примитивщина. То есть, есть сотни, если даже не тысячи уровней развития, вот то, что я и описывал. И когда душа, эволюционируя, достигает уровня какого-то божества, естественно, его чакры. И его чакры и энергии настолько мощные становятся, что в нем самом, в его чакрах, или его чакры выглядят как Вселенные. Вот Вселенные, в которых вращаются тысячи галактик, тысячи миров, и вся структура человека становится подобной микроструктуре всей Вселенной, всего мира. Вот. И существуют даже ситхи такие. Они описаны как анима и лохима, по-моему. Состояние самого большого и состояние самого маленького. Вот. И в этом состоянии мы можем переживать состояние, когда мы становимся настолько маленькими, что во Вселенной меньше нас ничего не будет. То есть, я переживал эти состояния в состоянии медитации. Это состояние постоянного уменьшения. И ты понимаешь в какой-то момент, что вот ты уже настолько маленький, что ты уже в тысячи раз меньше, там, как они называются, атомов, там, субатомов и так далее. То есть, но ты при этом продолжаешь уменьшаться еще, еще, еще больше. И ты находишься в таком восторге и понимаешь, что это вообще невозможно. Вот. А состояние увеличения я переживал также в астральном мире. Вот. И я наблюдал увеличение самого себя, допустим, благодаря духовной практике до размеров Вселенной, до размеров галактики. И ты понимаешь, что вот сейчас я живу на этой планете, но в состоянии медитации я увеличиваюсь до таких размеров, что планета... Да, и для меня сейчас планета очень большая. Вот. А в состоянии медитации я, например, входя в состояние света, увеличился до таких размеров, что наша галактика была настолько маленькой, что она была меньше песчинки. То есть, наша галактика. Не наша планета, наша галактика. Ее, в принципе, даже не было видно, я просто знал, что она где-то вот там вот находится. Она такая маленькая была. Вот. И я при этом состоял из света и был огромный. И внутри меня вращалось огромное количество галактик, Вселенных и так далее. То есть, это вот увеличение астрального тела и так называемые вот эти проявленные ситхи. Их восемь тоже основных и, по-моему, что-то около семидесяти второстепенных ситх. Точно так же, как и чакры. Да, там. Семь основных, семьдесят два, семьдесят две второстепенные. Вот. И вот в этом состоянии увеличения мы становимся настолько большими. И все, что в нас есть, оно так же становится. То есть, мы достигаем такого уровня чистоты, что мы распространяемся, становимся, во-первых, состоящими из света, а во-вторых, распространяемся по всем Вселенным. Становимся очень-очень больших размеров. И увеличиваются наши, естественно, чакры. И чакры выглядят тоже, как Вселенные. И, естественно, если наши чакры больше, чем наша галактика, в которой мы живем, то, естественно, в этих чакрах будут впоследствии, когда они дойдут до уровня совершенства, там пробудятся свои энергии, которые так же проявятся, как галактики, в которых будут развиваться свои какие-то тонкие души. И так же в этих мирах проявятся свои божества. То есть, естественным образом, благодаря духовному развитию. Но все это будет связано с духовной практикой. Это довольно сложный процесс, и это можно видеть в духовном мире. Но, к сожалению, я не сталкивался с учителями нынешнего времени, которые были бы в состоянии хотя бы приблизительно объяснить то, что я видел в духовных мирах. Единственное объяснение, которое я находил, это объяснение в священных писаниях. То есть уровень учителей, к сожалению, в нынешнее время, он очень такой себе. Весьма посредственный. Но это не критика. Я понимаю, что каждый из них находится на своем этапе эволюции. Вот как-то так вот. Что еще можно рассказать? Ну вот в целом, если пробежаться, наверное, это приблизительно так выглядит. Вот. Это можно также видеть в себе, а можно видеть еще и в божествах. В данном случае я описывал, я видел подобные процессы, происходящие в божествах, а видел подобные процессы, происходящие отчасти в себе. Но учитывая то, что я помню свое прошлое воплощение, я помню, с какого мира я пришел, то, соответственно, вот те качества, которыми я обладал, они позволяют мне и ныне погружаться в подобные состояния, и переживать такие вот трансцендентные духовные состояния. Но еще раз хочу сказать, это возможно только лишь благодаря духовному развитию. То есть это невозможно ничего реализовать, если мы живем обычными существами и не ведем духовную практику. То есть вот, по крайней мере, сталкиваясь духовных, посещая духовные миры, я не видел ни одну душу, которая бы смогла развиваться или развиться до каких-то крутых состояний, не используя духовную традицию, духовные какие-то предания, духовные практики. Это невозможно. Именно поэтому духовные традиции посылаются всегда как определенный путь, по которому мы, подобно лестнице, могли бы подниматься в духовные миры. Но этот путь, это и есть... Знаете, вот иногда в традициях христианцев описываются видения, когда там святой поднимался по лестнице на небеса. Так вот, лестница, она сама по себе не является лестницей как таковой, по которой можно топать ножками и поднимаясь. Нет, лестница – это и есть правила, это и есть предписания, это и есть мантры, это и есть йога, это и есть техники совершенствования и так далее, и так далее, и так далее. Вот всё в целом – это и есть тот путь, по которому мы поднимаемся. И впоследствии это всё можно также наблюдать. Вот как-то так вот. Но еще раз хочу сказать, это очень-очень сложная тема, и делясь подобные знания, я также понимаю, что в принципе эти знания на нынешнем этапе существования тех людей, которые спрашивали об этом, эти знания не нужны. Эти знания нужны для серьезных, мощных, заряженных практиков, которые ведут духовную практику. Но, к сожалению, таких нет. В основном мы все семейные люди, ведем весьма умеренный способ эволюции, как бы развития и так далее. Собственно, все. Надеюсь, смог рассказать. Все, давайте. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok